Всем привет дорогие друзья! С вами канал Андерволд и его ведущий Степа Волф. Меня очень часто спрашивают, какое снаряжение я использую в своих поласках. Поскольку я в основном посещаю объекты подземные, ну мне больше всего нравится именно подземка, особенно гидротехническая подземка, об этом мы поговорим отдельно, то в первую очередь основными предметами, которые мне необходимы, являются фонари, свет, самый различный свет. Итак, вот вы видите, у меня здесь в багажнике вообще огромный бардак, и вот то, что здесь навалено, практически все, мне в той или иной мере необходимо, я использую в своих поласках, в своих путешествиях, что-то чаще, что-то реже, но так или иначе, всем этим я пользуюсь именно в последованиях заброшенных мест. Итак, поговорим сейчас о фонарях. Фонари я использую достаточно бюджетные, китайские. На самом деле я не хочу сказать, что это вот панацея, но когда средства не позволяют покупать брендовые фирменные вещи, либо когда есть необходимость по какой-то причине немножко сэкономить, то Китай нам приходит на помощь. И основным моим фонарем является вот этот вот фонарь. Сейчас я его покажу покрупнее. Вот так вот он выглядит. На светодиоде Cree XML T6 фирма вроде как... А, да, вот фирма фонаря Сангуан. Вот хорошо видно. Фонарь достаточно яркий и дальнобойный. Он дает свет, собранный в пучок, что не всегда хорошо для фото- или видеосъемки, но очень удобный именно при передвижении под землей. Цветовая температура у этого фонаря нейтральная. То есть он свет дает, ну, скажем так, не близкий к дневному, но без каких-либо оттенков. Покупал я этот фонарь в Москве. Я его мне заказывал на Али. И покупал я его за, по-моему, 800 рублей. Это было несколько лет назад. На самом деле точно такой же фонарь. Если заказать на Алиэкспрессе, он будет стоить что-то порядка, наверное, 600 рублей уже с учетом доставки в Москву. Следующий фонарь. И здесь, кстати, сделаю маленькое отступление. Если вы идете под землю, если вы идете в какой-то, исследовать подземный объект, то я рекомендую однозначно иметь с собой как минимум два фонаря, чтобы у вас был один запасной фонарь. И лично я всегда имею к каждому фонарю по два комплекта батареек. То есть это минимум. Один комплект батареек находится в самом фонаре, и один комплект батареек запасной. Итак, продолжу рассказывать о втором фонаре. Фонарь тоже, как ни странно, на светодиоде XML-T6. Фонарь достаточно известный сейчас китайского бренда, известный китайской фирмы Ultra Fire. Вот я покажу покрупнее название. Вот здесь указана маркировка светодиода. И, значит, почему я сказал, как ни странно, несмотря на то, что эти оба фонаря работают на одинаковых источниках питания, и в их конструкции использован одинаковый светодиод, они дают совершенно разный свет. Естественно, это конструктивно связано с разными отражателями, с разным рассеивателем, с разной площадью отражателя. Но что самое интересное, вот этот фонарь, он дает свет такой слегка синеватого оттенка. Его, в принципе, удобно использовать при фотосъемке для какой-то подсветки, для создания какой-то атмосферы. Он дает холодный свет, вот, поэтому, в принципе, я достаточно часто пользуюсь именно при фотосъемке. Что интересно, у него поворотная голова. Соответственно, поворотом головы производится фокусировка луча этого фонаря. Свет он, кстати, дает рассеянный. То есть я могу сконцентрировать луч достаточно узкий пучок и более дальнобойный, либо сделать пучок более широким и освещающим гораздо меньшую площадь, гораздо более широкую площадь, но на гораздо меньшее расстояние от меня. Этот фонарь я заказывал на Алиэкспрессе и покупал я его что-то порядка от 250 до 350 рублей. Точно сейчас не вспомню стоимость. Следующий фонарь. Фонарь No Name. Здесь не указан ни производитель, нету никаких других маркировок. На самом деле я купил несколько таких фонарей, потому что бывали случаи, когда ко мне обращаются мои хорошие знакомые, например, с просьбой кого-нибудь сводить под землю, показать, как это все выглядит. И, соответственно, это вот такой вот гостевой вариант. Покупался он в Москве за 250 рублей достаточно срочно, когда мне нужно было отвезти под землю нескольких знакомых, которые приехали в Москву и у которых не было с собой света. На удивление этот фонарик оправдал мои надежды. Он дает тоже сконцентрированный пучок нейтрального света, достаточно длиннобойный. В общем, как бы за свои деньги вполне неплохой вариант. Далее я недавно приобрел налобный фонарь Яркий Луж. Яркий Луж Панда. Они выпускаются в двух модификациях. Чуточку более дорогая модификация, которая в Москве стоит, если не ошибаюсь, 2400 рублей. Она идет уже в комплекте с аккумулятором 18650. И в него встроено зарядное устройство от USB. Вот это вот чуточку более дешевая модификация. Стоит она в Москве что-то порядка 1600 рублей. В комплект не входит аккумулятор. И здесь отсутствует зарядное, не зарядное устройство, точнее, а гнездо для зарядки от USB кабеля. И все вот эти вот примочки заменены магнитом. То есть его можно куда-нибудь подвесить, находясь под землей, например, и чтобы он освещал, не знаю, там, привал, если вы захотите попить чик, к примеру. Во всем остальном конструктивно оба этих фонаря Яркий Луч Панда они абсолютно одинаковы между собой. У них используются одинаковые светодиоды. Ну и, в принципе, как бы вся остальная начинка, она идентична. Значит, чем мне очень понравился этот фонарь? Он дает очень мягкий, рассеянный, теплый свет. Великолепный как для фотосъемки, так и просто, находясь под землей, приятно, ну, как-то более комфортно себя, что ли, ощущаешь. Не знаю, не могу это объяснить. Очень приятный, теплый, немножко с золотым оттенком свет. Очень яркий, 800 люмен. Значит, все эти фонари, которые я использую, они работают от аккумулятора 18650, что, безусловно, удобно. То есть, нет необходимости покупать батарейки. Можно сэкономить на батарейках. Просто надо иметь несколько комплектов аккумулятора 18650. Ну и средняя продолжительность работы основного моего фонаря на Лубника Панда наверное, где-то порядка 2-3 часов фотоаккумулятора с использованием разных режимов. Значит, что по поводу света могу сказать еще. До этого налобника, к сожалению, сейчас я его не взял с собой, я использовал налобный фонарь Black Diamond, по-моему. Вот эти все фонари, которые я показал, у них металлический корпус, они все влагозащищены. И, несмотря на то, что все это Китай, они себя очень неплохо зарекомендовали уже за не один год работы. Тот фонарь, который я использовал до этого Black Diamond, он выполнен в пластиковом корпусе. Он значительно легче этого. Мощность светового потока у него меньше. Сейчас не вспомню сколько, порядка, наверное, 300 люмен. Но, в отличие вот от этого налобного фонаря, у Black Diamond был один минус, это... точнее, был один плюс, это наличие красного светодиода. То есть, когда тебе нужно где-то пройти незамеченным, когда ты знаешь, что рядом могут находиться люди, и ты тихо-тихо крадешься по объекту, то красный свет очень помогает. Вообще, человеческий глаз очень интересно устроен, а свет красного спектра, человеческий глаз реагирует гораздо меньше на этот. цвет и то, что тебя заметят, шансов гораздо меньше. И, в принципе, этот Black Diamond у меня и остался именно для каких-то таких объектов, где могут находиться охрана, могут находиться какие-то сотрудники. В общем, где бы мне не хотелось, чтобы меня обнаружили. Наверное, я покажу аккумуляторы, если вдруг кто-то не знает, хотя, в принципе, сейчас это очень распространенный стандарт, это аккумуляторы 18650, они немножечко больше по размеру, чем батарейки или аккумуляторы формата 2А. Говоря о свете, хочу сказать еще о накамерном свете. Я приобрел вот такую вот светодиодную LED-панель, матрицу. Значит, она имеет насадки, рассеивающую белую насадку, либо можно использовать рассеивающую, дающую мягкий свет, желтую, дающую более теплый цвет насадки. Значит, эта LED-панель, она используется в основном для видеосъемки, она дает достаточно мощный рассеянный свет, не более, наверное, 5 метров она освещает, вот, но при этом очень широкий угол, очень широкий угол охватывает, что позволяет давать более качественную картинку именно на видео. Вот, она покупалась по объявлению на Авито где-то за тысячу, по-моему, 100 рублей, причем вместе с кронштейном крепления на горячий башмак, на переходник такой между... Сейчас я его покажу. Вот такой вот кронштейн, то есть, с одной стороны к нему крепится камера на гнездо для штатива, с другой стороны холодный, точнее, башмак, на который можно ставить вот эту вот LED-панель, ну, или любой другой на камерный свет. Надеюсь, дорогие друзья, я максимально полно рассказал о той части своего снаряжения, которая касается света. В следующих выпусках я поделюсь с вами своим опытом использования спецодежды и расскажу об альпинистском и другом специализированном снаряжении. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам самого наилучшего! Не забывайте ставить большие пальцы вверх, оставайтесь с нами на канале, будет еще очень много интересного. До новых встреч, друзья!